Ну а на других направлениях сирийские правительственные войска сейчас продолжают наземную операцию при подбежке российской авиагруппировки. Наши самолеты наносят точечные удары по объектам террористов по вновь разведанным целям. Олег Шишкин о буднях российских военных летчиков в Сирии. Станция технического обслуживания под открытым небом. До взлетной полосы всего лишь 200 метров. По регламенту каждый самолет должен проходить техническое обслуживание через 100 часов налета. Этот борт совершил уже несколько десятков боевых вылетов. Су-24М. К этому грозному красавцу меньше всего подходит определение «рабочая лошадка». Но именно на долю этого бомбардировщика приходится большая часть боевых вылетов в Сирии. Сложнейшая начинка. Десятки километров проводов, соединительных трубок и шлангов. Все должно работать безотказно. Если самолет оказался на технической стоянке, это не значит, что в нем что-то сломалось. Даже если машина не вызывает нареканий, техники постепенно, шаг за шагом, проверят каждое соединение, каждый узел, каждую деталь. Электронику тестируют и настраивают с помощью приборов, а всю механику исследуют буквально на ощупь. Микротрещину в металле, например, глаза могут и не заметить, а руки ее почувствуют сразу. У каждого техника узкая специализация и своя зона ответственности. Каждый спокойно занимается своим делом и отвечает за состояние конкретного узла, лежа агрегата самолета. Вот, например, сейчас специалист проверяет состояние пиропатронов, которые срабатывают при катапультировании из самолета. Чтобы проверить самолет и устранить мелкие неисправности, обычно уходит два дня. Су-24М и Су-25 — надежные боевые машины. Они хорошо зарекомендовали себя практически во всех климатических зонах. И даже в условиях сирийской пустыни не требуют особого обслуживания, и пока никаких серьезных отказов техники не отмечено. За сроками регламентных работ на базе следят строго. За подготовку самолета к вылету техники несут персональную ответственность. Особое внимание к деталям, от которых зависит эффективность боевой работы. А это так называемый пиротолкатель. Без этого механизма точное бомбометание просто невозможно. Он крепится в самолете над бомбой. Когда бомбардировщик выходит на цель, и летчик нажимает кнопку сброса бомб, он срабатывает как поршень и выталкивает бомбу из замка крепления. Понятно, что этот механизм должен работать как часы. Промывают его в авиационном керосине. Самое надежное средство. После техобслуживания самолет передают в руки техников, которые отвечают непосредственно за предполетную подготовку, заправку и снаряжение боеприпасами. При подготовке бомбардировщика к боевому заданию задействовано порядка 20 человек, и они понимают друг друга с полуслова. И такая слаженность на земле важна, пожалуй, не менее, чем взаимопонимание между летчиками в небе. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Александр Стоидов и Григорий Емельянов. Первый канал. Сирия.